Музыка Я хочу еще раз от себя лично и от нашей команды поблагодарить Реулуизу за ее возможность и стремиться здесь, в Одессе. Мы сегодня совместно реализуем очень важный проект, мы делаем то, чего не было сделано на протяжении минимум 75 лет. Я считаю, что это наш служебный долг, но в большей степени это наш моральный долг. Немецкая ответственность. Немцы были преступники, не одесситы. Мы и румыны. И немножко коллаборация. Хорошо, что мы сегодня это делаем. Я вас очень прошу, уважаемые коллеги. Мы сейчас проговорили, нам необходимо с конкретной дорожной картой, каким образом мы выстроим наше взаимоотношение. У нас есть наш грантовый офис 5Т, наша коммунальная установа, у них есть взаимоотношения или опыт работы с фондами, с GIZ, с немецким фондом, чтобы мы в кратчайшие сроки реализовали этот проект. Благодаря случайности, когда я была в Одессе, я узнала об этом месте, об этой площади и об этой странице истории города. Как уже говорила, я здесь оказалась в 2014 году и благодаря Одессе Classics многое узнала о городе и познакомилась. И влюбилась в этот проект. И женщина, которая нас сопровождала, была экскурсоводом нашего, она нам показала музей Холокоста. И там была небольшая экспозиция с девятью бараками. И тогда нам объяснили, что эти бараки означают. И я, хоть я много раз была в Одессе, в принципе, знала историю Холокоста в Украине в целом, но я была действительно шокирована, когда я эту историю услышала. Я не выдержала ночью, написала к канцлеру СМС небольшое, что мне стыдно, что я этого не знаю. И она сразу же ответила, что я тоже этого не знала. Но тогда она сказала, что если вы что-то хотите делать, я всегда готова. С тех пор у меня идея фикс сделать эту площадь видимой, прежде всего в Европе, чтобы об этом знали. Ваше колбейство... Здесь, здесь... Сейчас... Продолжение следует...